Лидия Фадеенко, мастер производственного обучения Анапского колледжа в сферу услуг. В общепите проработала более 30 лет, последние 5 занимается преподавательской деятельностью. Раньше готовила своих учеников к чемпионату WorldSkills в номинации «Поварское дело», а теперь и сама приняла решение поучаствовать. Это было обоюдное решение, мое личное и администрацию колледжа, как лучший мастер этого колледжа. В номинации «Поварское дело. Навыки мудрых» участвуют 4 конкурсанта. Своих кандидатов представили Славянск-на-Кубани, поселок Актырский, Лобинск и Анапа. За 4 часа им необходимо приготовить 3 блюда – холодная закуска из птицы, горячее блюдо из рыбы с гарниром и десерт. Светлана Мевша также работает со студентами. В своем ремесле считает главным передачу многолетнего опыта начинающим поварам. Современные объекты общественного питания с каждым годом ужесточают требования к молодым специалистам. Поэтому, чтобы дать знания воспитанникам, нужно постоянно поддерживать и собственную квалификацию. Уроки, наверное, проходят каждый день. И вот стараешься что-то не только, допустим, по программе что-то детям дать, но еще дать и кроме программы что-то, что сейчас требует современный предприниматель. За работой конкурсантов наблюдают более десятка независимых экспертов. Помогают поварам-волонтеры. Рецепты на приготовление блюд обговорены заранее и проработаны до мелочей. От посуды, в которой готовится блюдо, до ингредиентов. Москва, Академия WorldSkills, она предоставляет несколько вариантов заданий. И учебное учреждение, и мы как ресурсный центр вправе были выбрать одно из этих заданий. То есть тоже, обсудив это с экспертами, мы выбрали данное задание. И вот долгожданный момент. Участники представляют свои кулинарные шедевры. Экспертная комиссия работает в двух группах. В первой оценивают температуру блюда, вес и чистоту тарелки. Во второй группе эксперты проводят слепую дегустацию. Они не видели, кто из конкурсантов и какое блюдо приготовил. Здесь оценивается внешний вид, креативность приготовления, целостность компонентов и вкусовые качества. Нам приятно видеть сегодня на нашей площадке лучших педагогов, профессиональных образовательных организаций. Те, которые могут не только научить, но и самостоятельно показать все это на деле. То есть наших студентов учат настоящие профессионалы. После конкурса для подведения итогов все оценочные листы будут отправлены в Краснодар. Победитель станет известен 31 января. Он будет представлять Кубань на Всероссийском чемпионате WorldSkills, который пройдет в Казани. Руслан Душевский, Анапа. Регион.